И снова время новостей. В студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. День памяти и скорби. 80-ю годовщину массовых расстрелов в Бабьем Яре в Киеве. На территории мемориального центра Холокоста Бабий Яр открыли новый объект – кристальную стену плача. На церемонии присутствовали президенты трех стран – Израиля, Германии и Украины. Юлия Грановская с репортажем с места события. Дмитрий Быков – один из немногих, кому удалось выжить во время Холокоста, рассказывает. В концлагере погибло 29 членов его семьи. Сегодня он приехал в Бабий Яр, чтобы почтить их память. Одесса, в которой я жил и родился, очень сильно пострадала от массовых убийств. И это для меня очень важно, потому что огромное количество людей погибло. И туда, куда нас пригнали, там погибло почти 200 тысяч человек. Конкретное место, где я был в концентрационном лагере, там погибло 54 тысячи 600 человек. Из моей семьи погибло 29, и четверо мы только остались. А вообще из расстрелянных, названной цифры, осталось живых 127. Вспомнить о родных теперь можно у кристальной стены плача. 80 лет назад, всего за два дня, на этом месте расстреляли более 33,5 тысяч евреев. Это один из крупнейших в Европе арт-объектов, построенных в течение последнего десятилетия. Автором инсталляции стала известная художница-концептуалистка Марина Абрамович. Вот почему эта стена очень важна для молодого поколения. Они должны сохранить и передать дальше эту информацию, потому что очень мало осталось в живых свидетелей этой трагедии. Вчера сюда пришла пожилая женщина, вся семья которой погибла здесь. На этой стене нет никаких инструкций, как себя вести. И она просто подошла к ней и плакала, и плакала, и плакала. Я спросила, чем я могу вам помочь. И она сказала мне, спасибо большое за место, где я могу остаться наедине со своей памятью. Потому что раньше ведь не было места, куда можно было прийти со своим горем. Длина стены – 40 метров, а высота – 3 метра. Основные материалы, использованные в инсталляции – это украинский уголь-антрацит, а также кристаллы кварца из Бразилии. Открыли инсталляцию вместе с художницей, президент Украины, а также президента Израиля и Германии. Каждый месяц здесь уже появляются новые объекты, которые за несколько лет станут частью этого единого масштабного комплекса памяти о Бабьем Яре. Он позволит сполна ощутить ужас и боль страданий, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость. Да, к сожалению, это не поможет убитым здесь, но поможет живым. Тем, кто об этом должен знать, помнить, передать детям и передать внукам. На месте массового расстрела звучала 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Ее исполнил Государственный оркестр Германии. Сегодня на церемонию в Бабий Яр приехали мировые лидеры, а также представители еврейских общин, те, кому удалось выжить во время Холокоста, а также те, кто спасал евреев. Накануне президент Израиля Эцхак Герцег встретился в Киеве с представителями еврейской общины, а также открыл еврейский национальный фонд. Работа еврейского национального фонда. Очень важно, что она проводится именно здесь. Мы чрезвычайно гордимся тем, что мы вновь здесь спустя сто лет отсутствия любой деятельности в Украине. Для нас это доказательство того, что мы существуем в этом мире после настолько чудовищного опыта во Второй мировой войне. После завершения церемонии прошел официальный прием с участием президента Украины, а также главы иностранных государств. Юлия Аграновская, Сергей Савчук, Новости Украины. Российская агрессия на Донбассе и риски от запуска «Северного потока-2». Эти вопросы во время встречи на Банковой президент Украины Владимир Зеленский обсудил с немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Украинский лидер выразил надежду, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет поддерживать европейскую перспективу Украины. Нападение на съемочную группу во время интервью. В центре скандала оказался глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер. Его охрана скрутила оператора, а сам он требовал стереть всю запись под ноль. Банкиру просто не понравился вопрос журналиста программы «Схемы». В нацполиции квалифицировали дело как препятствование профессиональной деятельности журналистов, за что виновника может грозить до пяти лет за решеткой. Что о конфликте думают народные депутаты и сам Евгений Мецгер, смотрим далее. Взяли в заложники, заламывали руки, силой отобрали технику. Так закончилось обычное интервью съемочной группы «Радио Свобода» с главой правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером в его личном кабинете. Журналистов отпустили только после того, как на место происшествия прибыли их коллеги и вызвали полицию. Затем в съемочной группе вернули и технику, но уже без видео на флешке. Однако скандала избежать не удалось. «Радио Свобода» восстановила запись. На следующий день эти кадры уже разлетелись по сети. «Радио Свобода» Спустя два дня после скандального интервью Евгений Мецгер подаст заявление о сложении своих полномочий, а у себя в фейсбуке напишет сам в шоке от того, что случилось. «События, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были впоследствии опубликованы изданием схемы, с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня. Я не имел права на ту вспышку. Она вызывает наибольшее отвращение и стыд именно у меня». Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер в фейсбук. В офисе президента отстранения Мецгера от должности назвали логичным решением. Не должно быть даже гипотетического препятствия расследованию. «Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова относится к фундаментальным ценностям в Украине, поэтому обязанность должностных лиц любого уровня – корректно обращаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Официальный сайт президента Украины». В нацполиции случившееся в кабинете главы управления Укрэксимбанка квалифицировали как препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Правда, вручить подозрения фигурантам дела сегодня не получилось. В офисе их не оказалось. «На цей час процесс вручения поведомлений про подозру тревает». «В настоящее время процесс вручения сообщений о подозрении продолжается. Сообщения о подозрении в настоящее время оставлены администрацией банка вместе с повестками для вызова в орган дознания для проведения процессуальных и следственных действий. И также принимаются меры для установления их местонахождения». Нападением на съемочную группу в кабинете главы правления эта история не ограничилась. На журналистов, которые пришли сегодня к банку, требовать не просто отстранения, а отставки Евгения Мецгера из окна бросили в озон. В том, что временного сложения полномочий главы правления государственного Укрыксимбанка Евгения Мецгера мало, уверен и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Я очень осуждаю. Я вчера пересмотрел это видео, которое там есть. Я считаю, что господин Мецгер должен уйти в отставку». Но некоторые депутаты допускают, что Мецгер может избежать наказания. «Здесь есть угрозы того, что этот человек избежит наказания. Но при этом я еще хочу сказать, это не только проблема в нем, а проблема в неработающей Конституции сегодня в Украине». Сегодня народные депутаты собрали подписи под просьбой генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе нацполиции Игорю Клименко взять этот вопрос под личный контроль и способствовать объективному расследованию. Валерий Бакус, Наталья Гаевская, Новости Украины. В ближайшие дни несколько областей Украины смогут попасть в красную зону эпидопасности, прогнозируют в Кабинете министров. Это значит, что кинотеатры, кафе, спортзалы и другие общественные места смогут работать только если все сотрудники и все посетители будут полностью вакцинированы. Тем временем количество новых заболевших COVID-19 растет. За последние сутки их более 12,5 тысяч. Мои коллеги расскажут, как в разных регионах Украины борются с новой волной пандемии. Ситуация с коронавирусом в Украине приобретает угрожающий масштаб. Об этом на заседании правительства говорил премьер-министр. В подтверждение его слов свежая статистика плюс 12 662 новых случаев инфицирования. Много новых госпитализаций, тяжелых случаев. Разворачиваем дополнительные больницы, подключаем большее количество врачей. Ведь видим, что в некоторых областях ситуация приобретает угрожающий масштаб. Речь идет о Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Уже сейчас они соответствуют критериям красной зоны карантина. Так, в Харькове только за последние сутки госпиталь ветеранов войны заполнился пациентами с тяжелой формой коронавируса наполовину. Из 256 коек заняты 146. Реанимация полная. Прием новых пациентов здесь пока приостановили. Если за прошедшие сутки поступило 110 пациентов, то ежедневно невозможно работать в таком темпе. Надо больным предоставлять помощь, диагностику. Если же регион перейдет в красную зону, работать разрешат лишь вакцинированным коллективам. Те центры и общественного питания, и торговые центры, и магазины, и остальные, малый, средний бизнес, если там будет вакцинирован 100% на персонал, то они будут продолжать работать даже в условиях красной зоны. Это очень важно. Угрожающая ситуация во Львовской области у опорных больниц. Очереди карет, скорой помощи. Растет количество пациентов, требующих госпитализации. Врачи говорят, многих сразу отправляют в реанимацию. Если раньше у нас были старшего возраста с сопутствующими патологиями, то на этот раз у нас есть молодежь с нетипичной симптоматикой, но одновременно в крайне тяжелом состоянии. Ситуация на самом деле очень и очень сложная. Страшно становится, потому что люди умирают, люди болеют. Уже на следующей неделе, с 14 октября, оказаться в красной зоне может Львов. А значит, школы перейдут на дистанционный режим, в больницах с ковид-пациентами отменят плановые операции. Но даже риск вакдауна не заставил горожан соблюдать элементарные правила карантина. Не соблюдают, к сожалению, даже я. Сегодня подавала документы, работница была без маски. И Херсонская область формально все еще в оранжевой зоне. Но чтобы избежать коллапса, в отдельных общинах уже сейчас ввели дополнительные ограничения. На территории их запрещается проведение всех массовых мероприятий. В заведении общественного питания – проведение праздничных мероприятий. В учебных заведениях – проведение массовых мероприятий, родительских собраний. Также в зоне риска находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области. Наталья Белокудря, Юлия Биль, Янина Лебедева. Новости Украины. Спикер на одно заседание. В парламенте определились с кандидатурой депутата, который уже завтра проведет голосование за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Им станет представитель монобольшинства, глава финансового комитета Данил Гетманцев. За такое решение проголосовали 239 парламентариев. Сам Гетманцев говорит, инициатива вести заседание не его, но готов к этому, чтобы процедура прошла согласно регламенту. Это, безусловно, не самое приятное предложение в моей жизни, но я понимаю, что кто-то должен это сделать, поэтому я готов. Руководство фракции предложило, мы обсудили возможность такого. Я сказал, если можно, я бы этого не делал. Но если нельзя, конечно, сделаю. Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Крымский оккупационный чиновник, причастный к пропаганде российской армии среди детей, ответит за это по закону. Прокуратура РК получила разрешение на заочное расследование в отношении так называемого руководителя регионального штаба юноармии города Севастополя. В июне этого года ему уже вручили подозрения в совершении преступления по статье Уголовного кодекса нарушения законов и обычаев войны, по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. Известно, что подозреваемый гражданин Украины возглавил там так называемый штаб еще в 2016 году. Помимо прочего, он неоднократно выступал в СМИ, где популяризировал участие детей в юноармии. При том, что такого рода пропаганда запрещена Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны. Продать золотую медаль, выигранную на Олимпиаде в Токио, решил украинский борец Жан Белинюк. Об этом он сообщил в соцсетях. Ворученные деньги спортсмен обещает отправить на благотворительность, в частности на помощь больным детям. Этот шаг Белинюка поддержали тысячи его подписчиков. Она – честь и гордость нашей страны. Благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины. Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Жан Белинюк, борец греко-римского стиля, Олимпийский чемпион Токио 2020, Facebook. С пожеланием крепкого здоровья я прощаюсь с вами до завтра. А утром в этой студии встречайте мою коллегу Дарью Вершиленко и смотрите наши новости в соцсетях. Доброй ночи и удачи! Редактор субтитров А.Семкин